Здарова! Я знаю, как некоторые из вас не любят мою болтовню, но я считаю свою болтовню информативной, интересной и полезной, поэтому я вам буду рассказывать две вещи. Первая короткая версия для таких, которые любят пропустить и могу говорить вам пропустить. Вторая вот и... своё, понимаю, да? Короче, существует четыре нормальных стратегии для игры в шашки от Хардсона. Механизмы, зверь, на этом в принципе всё. И для извращенцев, демоны и мурлоки. И это четыре каноничных стратегии. Первые две понятны, мы о них можем даже и не разговаривать. Демоны, они понятны, мы о них можем даже не разговаривать. И четвёртые мурлоки, они в принципе более-менее играбельны, но это крайне маловыполнимо. Потому что нужно вначале... И в конце... И вот об этом я буду рассказывать вам сегодня в видосе, как это сделать. Можете пропускать. И теперь для особо волнительных людей, которые остались... Вообще, существует помимо четырёх основных стратегий, ещё куча второстепенных, о которых мало кто знает. Ну, понятное дело, то что существует солянка, когда ты начинаешь вот этого волка пятизвёздочного ставить, всех бафать. Просто на крутых существах вывозить. Есть стратегии, когда ты играешь условным барманатором или йогсароном и быстро выходишь в шестой левел, несмотря на то, что тебя пиздят. И таким образом первым начинаешь воровать шестизвёздочных существ, потому что, как мы знаем, пул существ ограничен и шестизвёздочных существ очень мало. И если ты первый их наворуешь, то ты просто будешь доминировать на рынке, на поле боя. Даже учитывая, что у тебя осталось 15-20 хп, ты всё равно можешь выиграть игру. 200 IQ стратегия. И ещё куча таких вот отбитых стратегий, о которых мало кто знает. Потому что, а, блин, четыре механизма берёшь, побеждаешь, зверей берёшь, побеждаешь, остальных не бери, остальные фигня. Но самое интересное, что вот эти вот все стратегии, которые я назвал, они имеют право жить и ими можно играть. Но самое забавное, почему мы имеем два умственно отсталых мальчика. Мальчик на Мурлоках и мальчик на демонах. А всё очень просто. Товарищ Близзард, мы думали, что это наш волшебный баланс от мистера Близзард, но это не совсем так. Один паренёк нашёл на реддите рекламку Hearthstone Battlegrounds с картинкой карты, которую нет в игре. Это Мурлок за 5 звёздочек, который даёт плюс 2-2 батлкрайм и 2-2 предсмертным кирпом всем Мурлокам. Но его почему-то нет. Это представь, если сейчас из стратегии зверей взять волка вот этого за 5 звёзд, который плюс 4-4 Дзард вам всем зверям даёт, и выкинуть его нахер. Звери станут сильно слабее. И то же самое и с Мурлоками. Вот чувствуется то, что цепочка в середине, она отсутствует. Вначале хорошо-хорошо-хорошо, мидгейм ты проигрываешь, и тебе нужно быстро искать лейтгейм. Но при этом вот этой вот серединке, где типа волка появляется, который бафает, твоих Мурлоков нету. И поэтому Мурлоки сосут, если не завезёт, найти вот этих вот адаптаторов за 6 кучу штук. И то же самое и с демонами. Не хватает одного демона, который Близзард сказали то, что вот-вот ведут. И у нас по итогу будет 4 полноценных стратегии, от которых можно уже делать разные гибриды. И ещё Близзард через какое-то время там собираются вести ещё одну фракцию драконов. И у нас будет 5 полноценных методов игры, причём более-менее одинаково сильных. Если правда они ведут вот этого Мурлока крутого и от этого дракона. И куча-куча альтернативных для 200 IQ гения. Кстати, если интересно, чтобы я сделал видосы про вот эти вот альтернативные системы развития и победы. Типа там на быстро 6 левел или солянка. То дайте мне знать лайкосы, комментарии. Посмотрю сколько будет активностей и сделок. Почему нет? Потому что на стримах я их часто практикую. Вот как-то так. А теперь я покажу как же всё-таки один, наверное, единственный нормальный рабочий вариант. Как можно выиграть на Мурлоках. Все и так понимают то, что Мурлоки имеют очень дикую, жёсткую, раннюю игру. Но при этом сосут в середине игры и в конце игры, если ты не найдёшь кучу адаптаторов. И кучу адаптаторов можно найти двумя способами. Либо быстро выйти в 6 уровень. Либо токенами с 5 уровня с золотых карт получать рандомную 6 карту 6 звёздочную. Или условно говоря токи та же самая может получать на 5 уровне 6 звёздочную карту. И таким образом ты значительно повышаешь свой шанс найти вот этих вот Мурлочих адаптаторов. И я об этом говорю в видусе. Как победить Мурлоками. Хмм, вот смотрите. Харсон постоянно обновляется и поддерживает какую-то активность. И не стоит на месте. Так? Но ведь и другие игры тоже продолжают выходить. Вот-вот релизнится новая MMORPG под названием Astellia Online. И честно вам скажу, я бы в такое поиграл. Дело в том, что это не совсем обычная ММО, к которой мы привыкли. Хотя многие классические составляющие тут конечно на месте. Типа продвинутый редактор персонажей, выбор одного из нескольких классов, сюжетная кампания, рейды по данжам, арены и многое другое. Но особый упор авторы Astellia Online делают на взаимодействии с призывными существами. Astellами. Которые могут вступиться за тебя в бою. Подлечить тираны или бафнуть на удачу. В сражениях прокачиваются не только ваш герой, но и Astellia. Они тоже развивают свои навыки и умения, чтобы помогать еще более эффективно. Напоминаю, что Astellia Online выйдет совсем скоро, а там будет много интересного, включая качественную локализацию. А подать заявочку на участие в закрытом тестировании можно прямо сейчас. По моей ссылке в описании. Так, кто у нас сильнее всего? Токио. Токио. А я возьму лоскутика, потому что я не успел ткнуть им не до самого первого. Так, будем честны, для начала вот этот вот вообще офигенный тип. Нам вначале нужно как можно больше характеристик напихать. Бан, нахуй. Так, патчи Дениса 19 месяцев подряд здесь, здорово. Здорово, братик. Спасибо за подписку. I open up. Ого, неужели меня планируют в Мурлоке записать? Доброе утро, девочки. Я боюсь, я боюсь. Я боюсь, но, по крайней мере, пока что на этом уровне. Друг друга бафать буду. Понимаю. Я еще не кушал ничего, блин. Так что, чай я сначала покушаю, потом мы с вами сделаем. Зачем вы славите дьявола? Это его музыка. Это она звучит в аду. Не понял, Е8 Роски, чем тебе не нравится Гачимучи? Извиняйся, быстро или бан. Ага. Мы делаем уровень, чтобы нам выпало существо рандомное за четверочку. Мы делаем это. И нам выпадает ровер. Ладно, пусть будет ровер. Я вот это заморожу. Да? Потому что 2 Мурлока. Надо просто найти будет адаптатов. Или хотя бы брана бронзоборода, чтобы бафать своих чуваков. Мини-малочку ставлю на... 10 рублей. И все у меня теперь должно работать. Не понимаю. Ладно. Сейчас решим эту проблему. Мы решим эту проблему гениально. Как говорится. Лилея. Этого жмыха тоже надо будет. Белин неправильно поставил. Ну ладно. Ладно. Пусть они будут просто как подперплет. Меня пытались сломать сейчас. 7 бан. Верни смайлиг дня. Зачем вернуть смайлиг дня, если ты на меня даже не подписан был ни разу за все это время? Вопрос. Кто ты? Такой. А? Перемечок. Так. Да все равно все не используют. Большинство людей, как бы то ни было, до сих пор не используют Better TV и Franker Faze. На удивление, да? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Да все вы знаете. Сколько бы мы не юзали и Better TV и Franker Faze, еще до сих пор больше половины людей не используют лягушки. Ты можешь себе перстать это, братан? Бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк-бэк. Так. Сейчас я хаваю. Включают весь диджей. И мы можем, в принципе, начинать стрим. Так. Как раз под гимн Советского Союза. Мурлоки сильные? Мурлоки, они очень жестко в начале катки разматывают любого. Но в середине и в лейт-игре, поздней, они сосудят от любого. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. То есть, по факту, они жесткие. Но выиграть чисто на мурлоках очень тяжело. Всем встать. Дзим найдет. Мы пойдем за пиво! Да нет, взять им возможно... Вы не слышите меня! Вы меня не слышите! На мурлоках возможно взять топ-1. Просто... Сложнее. Сейчас я сделал ебанутишую тему. По факту, нельзя брать пятый уровень так рано, потому что... Пиво есть пиво! ...пиво! ...пиво на изнасилок. Но на мурлоках эта тема работает таким образом, что... Ты должен рисковать, ты должен рано очень быстро усилить свой стол максимально. И потом рисковать идти в левел и искать шестерочку. Шестерочку мурлочей адаптации. В идеале найти Брана Бранзоборода и через него адаптировать. Максималочка. Подавай акцию в новую. У меня уже встал. То есть твой член тоже считай гражданин? Лично у меня встал. Здорово, мужики. Я за вас искренне рад. Так. То есть надо сейчас делать нам всё очень чётко. Слабо... Слабо против Бабу. Да, да тут мурлоки против всех слабы. Тут в этом и прикол, что вначале нужно забежать. Итак. Адаптация! Так, попробуем сделать таким образом. Бяк! 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 Ужоку. Бащирского травица, давай туда. Хорошо. Поехали! Бабл. Отлично. Бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык-бык. Вообще надо Бабл давать кошмарному слиянию? Ну ладно, это небольшая проблема. Ладно, нет смысла уже. Просто пойдём в левел и всё. Хорошо. У нас, в принципе, всё нормально. Роман Диайвай, спасибо большое за подписку. Здорово. Так. Ну чё? Я рискую дальше. Я делаю опять дичь. У-у-у... Понимаю... Перкинь яд на все. Нельзя расслабляться. У нас ещё куча... ...дел вперёд, и чё? А-а... А я думаю, что вас... я съел деда приятного аппетита братьев вам я пошел я отработает я отработает куда ты атакуешь дядя у него наверно сейчас бомбанула бомбард блин да это конечно неприятно он выиграл анивей планы но это пока итак продолжаем восхождение на олимп оба хорошо попробуем собрать и всем все выключил нет так хорошо делаю так вот вот так вот делаю так вот делаю так вот делаю так вот вот так вот не успел высовет шестерочку но она в теории не нужна потому что надо будет адаптировать как ты мэри фрекс кокер против мурлоков забавно то что она пошла в пракс кокеров хотя и они и не нужны что за нэйшен аверс а они просто долго доходят сейчас сейчас я дойдут сейчас я у меня и вот так вот и батя вот так вот долго доходит я вижу крипс 15 но учтите то что донаты отображаются на стримах от 30 рублей помните об этом чтобы потом не ругать не ругались на меня если чё бред он поступает Бог 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 ладно я наверно поставлю змеюку сюда потому что уже осталось 4 челика мы будем с ними общаться жалко что не яд конечно яд бы здесь мне очень помог но мне один с ядом есть давно тут не был как она пусть и также отбита столь чем фото денисыч у нас все адаптируется у нас уже дополнительные приколы есть какие ты скажешь приколы а вот я только что выкинул ты шо больной или ударился один звук а вот товарищи сталкеры ветераны зоны вступайте в ряды долго вступил бы в мои ряды а братик братик вступай в мои ряды братик ну вступи братик нихуя тебе ну братик ну вступи монолит сила долг могила конечно название проги пожалуйста поясы моды про а можно адаптировать их так шестерочку шестерочку оба ладно кстати пойдет а и вид мой фокинг пмс блин а где где заебать ты вас где эти самые штуки с адаптациями я немножечко не понимаю этого прикола а она но мурлока с ядом бабу бы можно взять когда адаптер вот этого луа валейку мы 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 на товарищи сталкеры тиран и зоны вступайте в ряды бэкбэк давай попробуем пиво есть нет не получается я одиночка пошел вон отсюда контролирование яички я не контролер я этот санта клаус почти до кушал ой 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 когда аномалия оторвало жопу монка из не контролер а кондуктор кондуктор понимаю на меня тормоза постой подожди и постукай блин а чё такая огромная штука я вы смогу вообще победить то 1хп чё загибай новый келтузат чат ни разу не видела транзистор остановим так понимаю я же не сдохну сейчас верно ахахаха а прикинь соберу двойной яд а вот все охереют а вообще вы знаете то что двойной яд сильнее чем одинарный и таким образом двойной яд может идти в лицо двойной яд может разбить и цевать его вчера взял топ-1 на full хп на йоге плевать если честно ты там на своем дни рейтинге играешь на на полторы тысячи и такой а я могу вы не помоги каких-то там супер имба механизмах пирожочек 5 байк у тебя начинка учиться из слезы маленьких лоли которых люди смотрят понимаешь и получают потом восемь лет бана все выключаем не хуста а я думал сова сова я пожелаю сова кстати если кто вдруг не знал если кто вдруг не знал я-то совай из этого извини пух вот я сейчас в гузна на свою понимаю везде это человек пиздит да можно налево ударить ну ёп твою мать не маю хотя бы так никто не хочет бить левого хлопоподика только правого чурси правого сектора что ли не лезь дебил там шанс того что сосал уйта мат невероятно мал но не равен нулю я сейчас не понял это сейчас наезд был или что покажется сочек подарю цветочек а сосочек вы заметил что в отображении на стриме от 30 рублей о неплохо люблю себя тебя еще спасибо так я т.п. дам вот этому чуваку спасибо большое брат блин адаптация могла бы быть такой клевый с броном брэм-бэм-бэм-бэм-бэм бэм-бэм ну ладно вы и ах вы и трах кто-то может сказать а может сейчас адаптация будет укуку быстрее быстрее быстрей и тут адаптация там жирничай опять на воображал себе подкрутку и психанул теперь стримит стул у него слушайте а что если ему стримить сразу на боксерской груши чтобы сразу можно было и сидеть и вот прикиньте если бы он каждый раз получал плюс одному очку к силе после того как он бил стул свой таким бы сильным он сейчас стал а мне кажется он бы наверно был бы кандидатом мастера форно спорта может быть брана бронза порода найдешь мне она я пойдет так мы даем я еще и вот этому не все совета так товарищ товарищ босс я нами на одной минуте пропущу трек до конца потому что там в середине этого трека есть запретное слово или ты специально так сделал чтобы меня забанили отчет осуждаем да он сам как груша не понял осуждаем вообще-то не просто верным яблочко это факлю слегка неприемливый вокабуляр да все я пропустил опа пизде мать его пизде мать его мать от кизе от куяр мать босс я его мать я его мать куяр мать с двух ног куяр в мать пизде мать и мат я беру мать пизде его пизде мать блять не проблемы не захотел мать бам бам папа минус мать я повезел странам вот таким вот образом товарищи господа можно победить на мурлоком он решает убирать что не победил но как минимум топ-2 этого казино блять а блин ладно будем считать что он самый умный прощай змеюха золотая я тебя любил еще дурак гулять не это мне надо поверьте мне я же говорил так я то всех есть я есть гц и бать давать не у всех беру всех нормально балдеж собственно вот так вот таким вот таким вот волшебным облаком облаком почему искал облаком образом можно выиграть а мурлоков нету ни одной силы в этой галактике которая могла бы снял я остановить хотя надо было вот сюда поставить волос а лон я все правильно сделал я знал то что у него гидра ага вау он еще и выжил смотреть то единичка хп оказалась максимально важна он сейчас выжил и он еще может одно существо какой-нибудь сожрать еще и вот этого съест вам просто не стуса вето с я нам это просто сразу дубы даблкил дыды 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 просто смотрите это легчайшая катка на мурлоков невероятно пива есть пиво можно ему даже приматать иソora кучу 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 последнюю ладно нету ладно это лучше чем ты можно найти потому что у нее там гидро вначале короче лайфхаки игры на мойлоках это бафать на огромное количество хпф баблы и яд винфури это как вишенка на торте всегда приятно но не обязательно но это конечно если у тебя избавил тром чекула а не захотел вставить гидро 1 классные бабы снял сюда да не туда сейчас ему намного лучше заходит туда нет не сюда сюда о вообще замечательно идеально и раз и вот сюда и направо давай права жух уй молодец а почему я сражаюсь против келтузада когда он еще жив алла игра я не хочу знать что он уже мертв алла близы ладно забыли легкая катка на мурлоках казалось бы казалось бы это же ебать его жирная рожа не должна играть на мурлоках но я вам показал как можно выиграть на причем самое важное я показал в самом начале как нужно было быстро установить себе сустейн стала да то есть устойчивость его пробавать мурлоков и быстро в уровень 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 и искать адаптаторов вот только так мурлоки могут побеждать